Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Первые наброски этой машины появились в 1932 году, когда Управление вооружения сухопутных войск Рейхсвера обратилось к фирме Денамак с предложением разработать для армии вездеход многоцелевого назначения. Прототип был построен в 1934 году, а серийное производство наиболее многочисленных моделей типа Д6 и Д7 было развернуто соответственно в 1937 и 1939 годах. Тягачи СДКФЦ-10 выпускались до 1944 года, практически не меняя своего внешнего вида. Всего же до конца войны фирмы Демак, Адлер и Бюссенкнак, Феномен и Зауэр выпустили 14698 тягачей. 7326 шасси было использовано для постройки бронетранспортеров СДКФЦ-250. Наиболее многочисленными были машины базовой модели, на основе которой производились модификации, имевшие обозначение от СДКФЦ-10-1 и до СДКФЦ-10-5. СДКФЦ-10 настолько отвечал всем требованиям военных, что не нуждался в модернизации. Несмотря на то, что он изначально предназначался для буксировки артиллерийских орудий, его использовали в качестве носителя зенитных пушек ФЛАГ-30 и ФЛАГ-38, а также тягача системы залпового огня Небельвертер-42. Полугусеничный тягач СДКФЦ-10 широко использовался во всех крупных сражениях Второй мировой войны. Он отличался прекрасной проходимостью при движении по бездорожью и постоянно подтверждал свои высокие вездеходные качества на Восточном фронте, где в зимний и осенний периоды дороги превращались в настоящую западню для колесной техники. Одним словом, Димак СДКФЦ-10 являлся важным элементом моторизации вермахта, выполняя самые разные задачи, в том числе и по противовоздушной обороне полевых аэродромов Люфтваффе. Тягач был построен по компоновочной схеме с передним расположением двигателя, передней управляемой осью и гусеничным ходом вместо заднего моста. Водитель и командир машины размещались впереди в открытой кабине, отделенной от кузова невысокой перегородкой. В распоряжении водителя имелись приборы контроля работы двигателя, датчики температуры, давление масла, тахометр, указатель количества топлива, спидометр и контрольные индикаторы электрооборудования. Управление машиной осуществлялось с помощью руля и педалей сцепления тормоза и газа. Справа от сидения водителя находился рычаг переключения скоростей коробки передач и рычаг ручного тормоза. Открытый сверху небронированный кузов крепился на раме шасси, выполненный из коробчатых балок, сваренных из стального уголкового профиля и усиленных траверсами. В кузове размещался артиллерийский расчет в составе шести человек, которые сидели на двух скамьях, расположенных вдоль бортов. Для защиты от дождя и снега над кузовом и кабиной разворачивался брезентовый тент. Силовая установка позволяла тягачу двигаться по шоссе с максимальной скоростью в 65 км в час. При движении по дороге с твердым покрытием потребление топлива составляло 40 литров на 100 км. А при езде по бездорожью увеличилось до 80 литров на 100 км. Запас хода с полным баком составлял 275 км. Тягач SD KFZ10 имел полугусеничное шасси. Передние колеса управляли направлением движения машины, а гусеничный ход обеспечивал привод и движение по пересеченной местности. Использование такого шасси давало ряд преимуществ и в том числе позволяло существенно упростить конструкцию машины. Устранялись сложные бортовые редукторы и дополнительные фрикционы. При сохранении высокой проходимости свойственным гусеничным машинам. Передний управляемый автомобильный мост с подвеской на поперечной полуэллиптической листовой рессоре оснащался односкатными колесами с пневматическими шинами низкого давления. Континенталь или Мишлен. В состав гусеничного хода с торсионной подвеской входили применительно к одному борту четыре сдвоенных обрезиненных опорных катка, расположенных в шахматном порядке с взаимным перекрытием дисков. На базе полугусеничного артиллерийского тягача SD-KFZ-10 были построены следующие модификации. SD-KFZ-10-1. Машина химической разведки. SD-KFZ-10-2. Дегазационная машина. SD-KFZ-10-3. Машина для распыления отравляющих веществ. SD-KFZ-10-4. 20-мм зенитная самоходная установка с автоматической пушкой FLAG-30 за штатным щитом в кузове тягача. На машинах первой серии щит отсутствовал. В состав возимого боекомплекта входили 260 выстрелов. За счет установки пушки боевая масса машины возросла до 5,5 тонн. Экипаж состоял из 7 человек. А также модификации SD-KFZ-10-5. Это 20-мм зенитная самоходная установка с автоматической пушкой FLAG-38. Боекомплект к пушке насчитывал 280 выстрелов. Часть машин имела броневое прикрытие кабины и двигателя. Всего было построено 610 полугусеничных зенитных самоходных установок SD-KFZ-10-4 и SD-KFZ-10-5. Артиллерийские тягачи SD-KFZ-10 использовались для буксировки 37-мм противотанковых пушек ПАК-35-36, 50-мм ПАК-38, 75-мм легких пехотных орудий, 150-мм тяжелых пехотных орудий ЗИГ-33 и 210-мм реактивных пусковых установок Небельвертер-42. Тягачи применялись на всех театрах военных действий, в том числе и таких сложных в эксплуатационном отношении, как Африка и Россия. Во фронтовых условиях силами специалистов ремонтных мастерских некоторое количество машин было переоборудовано под установку 37-мм противотанковых пушек ПАК-35-36 и 50-мм ПАК-38. На 1 марта 1945 года Вермахт располагал 2255 тягачами SD-KFZ-10. Субтитры создавал DimaTorzok